Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Современные Родители. А это верный показатель того, что я для вас уже приготовила новую интересную подборку. В этот раз мы разберемся с автоматическими тонометрами. А если какой-то из них вам понравится, то загляните в описание. Там я сложила пачку ссылок на все модели из ролика. Amron M2 Basic определяет давление осциллометрическим способом. Версия M2 обладает заметно более расширенным функционалом по сравнению с предыдущей версией. В основном это касается интеллектуальной системы IntelliSense, которая пытается измерять давление как врач-человек. То есть задействует не одну методику, а ориентируется на комплекс замеров. Также здесь добавили индикатор аритмии, увеличили память до 30 ячеек. Тонометр умеет работать с детскими и большими манжетами. В процессе работы измерение давления начинается уже с нагнетания воздуха. Система IntelliSense держит руку на пульсе человека и сама подстраивает нужный объем нагнетаемого воздуха. Прибор определяет и аритмию, и в случае обнаружения сообщит об этом специальным индикатором на дисплее. Дисплей, кстати, удобный – трехстрочный, жидкокристаллический. Верхние и нижние границы давления отображаются на нем твердо и четко. На него же можно вывести из памяти 30 последних замеров и проанализировать их. Управление осуществляется всего лишь одной кнопкой, которая обладает двойным функционалом – старт и стоп. Питается аппарат от четырех батареек типа 2А, которые разработчики заботливо положили в комплект. Производитель уверяет, что одного комплекта должно хватить на тысячу измерений. Есть и адаптер, позволяющий работать от сети. Еще в комплекте есть средняя манжета, чехол и журнал для сбора аналитики. Модель очень популярна среди пользователей. В основном тонометр всех устраивает. Удобный, измерения проводят оперативно, компактный и мобильный. Некоторые пользователи рекомендуют установить приложение от марки Amron, которое позволяет записывать и мониторить все измерения. Из редких отрицательных отзывов можно выделить небольшой укор в стороны разработчиков, которые не переживают за крупных людей и кладут только средние манжеты в комплект. А также в немногочисленных отзывах пользователи сомневаются в точности измерений тонометра. Не забудь подписаться на канал «Современные родители», если вы этого еще не сделали. А если уже подписаны, то проверьте колокольчик, он не даст пропустить новые выпуски. Bewell Pro 33ML – недорогой компактный тонометр с автоматическим типом измерения давления. Обладает весьма скромным набором функционала, достаточного для повседневного измерения давления. Поставляется с большой универсальной манжетой размером от 22 до 42 см. Замеры модель производят по аналогии с предыдущей – осциллометрическим способом. Отвечает за это алгоритм Intelligent Classic, который не перегружает сосуды во время работы и при этом получает точные данные. Вся информация о процессе измерения выводится на ЖК-экран, цифры которого большие и крупные, но подсветки в нем нет, поэтому требуется дополнительное освещение в темное время суток. Есть индикатор аритмии, которые вовремя подскажут об этом отклонении от нормы. Памяти предусмотрели маловато – всего на одно последнее измерение, но если старательно вносить все замеры в журнал, то она и не понадобится. Управляется модель примерно так же просто, как и выключатель света – одним нажатием одной кнопки. Если оставить модель в покое на какое-то время, то она сама отключится для экономии энергии. В автономном режиме модель питается от четырех батареек типа 3А. В стационарном режиме работы можно подключиться к электросети через адаптер, который есть в комплекте. Модель пользователи рекомендуют, особенно для пожилых людей. Разобраться с ней можно буквально за пять минут. Компактный, мобильный и недорогой тонометр. Есть редкие претензии к точности измерения. Хочу напомнить, что ссылки на все модели из подборки вы найдете в описании к видео, поэтому, если уже что-то присмотрели, загляните туда. AND-UA-888E – еще один бюджетный автоматический тонометр. Несмотря на свою бюджетность, обладает довольно широким спектром возможностей. За измерения отвечает система Intelletronics. Она подстраивается под показатели пользователя и нагнетает воздух в нужном для замера в количестве, снижая болезненность и при этом точно отлавливая показатели давления. Управляется аппарат всего лишь одной кнопкой, поэтому актуален для пожилых людей, которым будет очень просто с ним разобраться. Прибор обладает памятью на 30 ячеек и умеет высчитывать среднее значение. Следит аппарат и за аритмией, если вдруг та решится показать себя во всей красе. Также на панель рядом с экраном вынесена шкала Всемирной организации здравоохранения. Она цветная, от красной зоны до зеленой. При попадании метки в красную зону рекомендуется заглянуть к врачу. Экранчик небольшой, но с четкими и крупными символами. Показатель сердечного ритма находится в нижней части экрана и имеет чуть меньший размер шрифта. Питается модель от четырех батареек типа 2А. Также может работать и от сети, но нужен адаптер, который в комплект не положили. В целом модель пользователям понравилась, показывает точные данные, умеет их хранить и считать. Компактный корпус, простое управление. Пользователи немного ругаются на отсутствие в комплекте адаптера для подключения к сети. Ставьте свои лайки, друзья, и пишите веселые комментарии. Это не только увлекательно, но и полезно для нашего развития. Amron M3 Expert – самая дорогая и самая функциональная модель в нашем рейтинге. Об этом немножко намекает приставка Expert в названии. Функций действительно много. Одним из первых и удобных отличий является наличие функции обнаружения движения. Если при замере пользователь активно шевелился, то машина скажет, что так не пойдет, надо переделывать. Также, как в другом представителе Amron, в этой модели за качество измерений отвечает технология IntelliSense, которая учитывает давление пользователя и нагнетает воздуха столько, чтобы не вызвать дискомфорт и при этом получить точные данные. Дисплей здесь компактный, но более вместительный, на четыре строчки. Добавилась совсем небольшая строчка для текущего времени. Кстати, при занесении в память тонометр умеет привязывать к измерениям дату и время. Это удобно для мониторинга и аналитики всех измерений. Раз уж речь зашла про память, то для сохранения измерений здесь выделено 60 ячеек. Они предусмотрены для двух разных пользователей. Бабушка и дедушка могут по очереди измерять свое давление. Также умный прибор умеет считать среднее между последними тремя измерениями. Стоит отметить наличие индикаторов повышенного давления и аритмии. Питается модель от четырех батареек типа 2А. Они должны быть в комплекте. В домашнем режиме можно запитать прибор от центральной электросети. Для этого заботливые разработчики положили в комплект адаптер. Также есть чехол и журнал для регистрации измерений. Пользователи отмечают точность показаний прибора, его универсальность, компактность. Для пожилых людей будет актуальна простота использования и большие и хорошо различимые символы на экране. Из недостатков можно отметить разве что некачественный чехол в комплекте. ANDUB202 – это первый в нашем рейтинге тонометр для запястного использования. И хоть он очень компактен, обладает большим спектром возможностей. За измерения отвечает умная система Inteletronics. Она сама подстраивает нужное количество нагнетаемого воздуха, чтобы не вызвать у пользователя болезненных ощущений и при этом получить максимально точные измерения. На корпусе тонометра есть небольшой, но подробный ЖК-дисплей. На него крупными символами выводятся данные о давлении и даже частота сердечных сокращений. Слева есть шкала всемирной организации здравоохранения. Если метка перешла в красную зону, то стоит посетить врача. Кнопок всего две. Одна из них для работы с памятью, другая для включения и выключения. Всего в память можно записать до 90 показаний. Есть и индикатор аритмии. Для питания требуется всего две батарейки типа 3А. Разработчики обещают, что комплекта батареек должно хватить на 400 измерений. Модель понравилась пользователям за свой компактный размер, удобство использования, хорошую автономность. Есть редкие замечания по поводу точности измерений и необходимости привыкания к прибору для получения точных показаний. Meditec MT60 – скромный и недорогой автоматический малыш с запасом памяти на 120 измерений. Измеряет давление прямо на запястье человека. Для вывода данных есть компактный, но вместительный ЖК-экранчик. Помимо крупных символов границ давления, на нем есть частота сердечных сокращений, дата и даже шкала ВОЗ. Для управления используются всего три кнопочки. Одна включает и выключает аппарат, вторая управляет памятью, а третья поможет настроить время и дату. Кстати, время и дата фиксируются в измерениях. Это очень удобно для мониторинга и анализа всех измерений. Также можно настроить несколько отдельных профилей, а если аппарат будет бездействовать, то отключится сам, чтобы сэкономить энергию. Питается от двух батареек типа 3А. Есть индикатор заряда. В первую очередь пользователи хвалят компактность и автономность прибора. Его удобно брать с собой в поездке. Также отмечается широкий для такой компактности функционал. Есть некоторые претензии по поводу точности измерений. Blood Pressure Monitor CK102S – доступный и компактный автоматический тонометр на запястье. Обладает довольно широким спектром возможностей. В первую очередь стоит отметить большой запас памяти на 90 ячеек. При проведении замеров давления манжета прибора может сама фиксироваться для наиболее точного измерения. Манжета безболезненная, воздух нагнетается автоматически, чтобы не вызвать болезненных ощущений. Есть небольшой дисплей, на который выводятся результаты замеров. Стоит отметить редкую для тонометров особенность модели – наличие подсветки. Дата и время фиксируются в результатах измерений при сохранении в память. Есть индикатор аритмии и шкала ВОЗ. Пользователи оценили компактность, простоту управления и автономность. Есть несколько претензий по поводу точности измерений, но пользователи рекомендуют правильно устанавливать манжету и использовать качественные батарейки. А на этом у меня всё, дорогие друзья. Ссылки на все товары из ролика я оставила для вас в описании. Не забудьте подписаться на наш канал «Современные родители» и нажать на колокольчик. Ставьте лайки и пишите комментарии. А сейчас пока, встретимся в следующем выпуске.